Многое, чего успели сказать, на самом деле, по новостям, в том числе до меня. Надеюсь, еще немножко интересных вещей, которые уже были доложены, либо которые были объявлены о запуске новых исследований, о том, что мы ожидаем в этом и следующих годах, рассказать. До этого уже сказали, что химиотерапевты очень обрадовались, когда иммунотерапия появилась в лечении рака мочевого пузыря. Это, конечно, так. Во-первых, потому что противопоказаний намного меньше, во-вторых, потому что эффективность все-таки какая-то более осязаемая появилась. И, в принципе, весь мой доклад, наверное, посвящен хвалебной такой оде иммунотерапии, потому что на каждом этапе лечения пациентов с рака мочевого пузыря эта опция уже сейчас присутствует. Ну и чтобы немного разбавить иммунотерапию, несколько других докладов тоже добавил, которые набрали достаточно большое количество положительных отзывов, либо цитирований уже сейчас. И, собственно, пойти хотел по этапам, начать мышечно-неинвазивного рака мочевого пузыря. И первая работа, которая оказалась достаточно важной, была представлена на ЕАУ в этом году. И она получила данные из регистра по цистоскопии в голубом либо в синем свете и сравнивала их с исторической когортой из 200 пациентов на предмет того, как влияет эта модальность цистоскопии на вероятность рецидива. Оказалось, что цистоскопия в синем цвете увеличивает безрецидивную выживаемость. Возможно, это связано с тем, что намного лучше визуализация и более качественное хирургическое пособие оказывается. Но на том же Конгрессе были представлены еще интересные данные, что патоморфологические препараты, полученные после резекции, после цистоскопии в синем свете, в них ниже пропорция стромальных клеток, выше отношение макрофагов к Т-клеткам в строме. В общем, более положительная такая иммунологическая реакция. Следующий интересный доклад касался терапии гемцитабином и децитокселом внутрипузырной у пациентов с мышечно-неинвазивным раком мочевого пузыря высокой группы риска, которые ранее лечения не получали. Эта работа тоже троспективная, хоть и достаточно крупная, но что в ней интересно, что пациенты, которым проводилась терапия гемцитабином и децитокселом внутрипузырной, жили лучше, жили без рецидива дольше, чем пациенты, которым проводилась БЦЖ-терапия. Интересно это может быть в том плане, что на ASCO GU в этом году проводился интересный анализ ситуации в Англии по поводу доступности БЦЖ-терапии, и ситуация такая, что адекватная индукционная БЦЖ-терапия, она была в принципе доступна для пациентов. 90% пациентов, к которым она была положена, она действительно проводилась. Но поддерживающая БЦЖ-терапия проводилась всего только у 40-50%. То есть проблема с нехваткой БЦЖ, она по сути актуальна для абсолютно всех стран. И теперь уже переходя к иммунотерапии, невозможно не сказать про доложенные результаты когорты B исследования Keynote 057, которое изучало терапию пембролизумабом у пациентов с БЦЖ-рефрактерной, немышечно-инвазивным раком мучевого пузыря. Это очень интересная клиническая ситуация, потому что она одна из немногих, где FDA разрешает проводить исследования несравнительные, исследования только с одной группой пациентов, которые могут в последующем привести к регистрации препарата. Ранее, в 2020 году, на основании результатов когорты A, в которые включались, карциномы инситу мочевого пузыря, уже было выдано одобрение на терапию пембролизумабом в такой клинической ситуации. На ASCO-GU в этом году представлялись результаты когорты B, куда уже включались папиллярные опухоли без карциномы инситы, и в принципе результаты были получены схожие с предыдущими данными. Казалось, что в такой ситуации терапия пембролизумаба позволяет достичь беспрогрессивной выживаемости на уровне 40% через один год, но что важнее, что эта беспрогрессивная выживаемость, она потом выходит на плату и остается на одинаковом уровне. То есть и через два года, и через три примерно одинаковое количество пациентов живут без прогрессирования. Поэтому я думаю, что показания разрешения в ДЕИ будут расширены, в том числе и на папиллярные опухоли. Что происходит с лечением мышечно-инвазивного рака мочевого пузыря? Конечно же, опять иммунотерапия. Иммунотерапия в неодевантном режиме. Было представлено интересное сравнение из исследования PURE-01, о котором уже говорили, в котором назначалась терапия пембролизумаба в качестве неодевантной терапии перед цистектомией. В это исследование включались пациенты, и которым невозможно было провести терапию цисплотином, и те, кто просто отказался от проведения химиотерапии. Авторы исследования достали данные от 39 пациентов, которые были цисплотином неподходящей, и сравнили с исторической когортой из 300 пациентов, которые лечились у них в центре, которым проводилось только цистектомии, и никакого предоперационного лечения до этого не было. Что оказалось? Что выживаемость тех пациентов, которые получили предоперационную терапию с пембролизумабом, была значительно выше. Также намного чаще встречался даунстейджинг опухоли, что достаточно понятно, и в группе пембролизумаба T0, то есть по сути полный ответ, был достигнут 33% случаев. Да, эта работа ретроспективная, но даже после того, как они из вот этой всей группы в 300 пациентов, которых прооперировали сразу, вычленили 39 пациентов со схожими характеристиками, как в исследовании Pure01, результаты остались такими же. То есть терапия неодивантной пембролизумабом приводит к увеличению общей выживаемости. Естественно, есть и исследования, которые сравнивают не только иммунотерапию против отсутствия какого-либо лечения, но и пробуют сочетать химиотерапию с иммунотерапией. Было представлено довольно небольшое исследование первой B-второй фазы, в которой было две когорты. Одна из них включала цисплотин подходящих пациентов, другая – цисплотин неподходящих пациентов. И там, и там назначалась иммунотерапия препаратом пембролизумаб, но в случае когорты А это была комбинация с гемцитабином и цисплотином, в случае когорты Б назначался только гемцитабин. Достаточно неожиданный выбор, в общем-то. Оказалось, что на фоне такого лечения достаточно высокая частота полных патоморфологических регрессов, по 45% в каждой группе. Интересно, что здесь цисплотин, в общем-то, никак на это не повлиял. И при этом очень и очень впечатляющие результаты трехлетней выживаемости. В группе, которая получала комбинацию гемцитабина с цисплотиновым пембролизумабом, 4 из 5 пациентов дожили до трех лет, что, в общем-то, для такой тяжелой клинической ситуации очень много. Другой вопрос был по поводу того, что делать с раком верхних мочевых путей, с фруктуриальными опухолями лоханки и мочеточником. Был представлен анализ базы данных НСДБ за 2004-2018 год, который сравнивал, у кого же выживаемость лучше, у тех пациентов, которые получали адевантную терапию после нефроуретороктомии, или у тех, кто получал предоперационную терапию. Однозначно выигрывали те пациенты, которые попали в группу неоадевантной терапии. Однако мы понимаем, что им всем тоже, далеко не всем можно назначить цисплотин, содержащую предоперационное лечение. И что же с ними делать? Конечно же, пробовать иммунотерапию. И в случае с опухолями верхних мочевых путей было очень небольшое, совсем пилотное исследование девяти всего пациентов, потому что это первая стадия, скажем так, исследования, в которой пробовали проводить иммунотерапию комбинации невулумаба и эпилюмумаба. Что оказалось? Что у трех из девяти пациентов был достигнут полный патомарфологический регресс. Конечно, графики какие-то беспрогрессивные общие выживаемости построены были, но на девяти пациентах это смотреть несерьезно. Что важнее? То, что с учетом того, что полные патомарфологические регрессы были достигнуты, это исследование было сдвинуто во вторую свою фазу. И планируется до набора пациентов, сначала до 23 пациентов, а потом расширение дальше и дальше. С учетом того, что мы все чаще достигаем полных регрессов, сразу возникает более актуальным становится вопрос о том, что а можем ли мы не оперировать тех пациентов, у которых полный патомарфологический регресс достигнут. Самая основная проблема это в том, что как найти этих пациентов, у которых действительно достигнут полный патомарфологический регресс и быть в этом уверенным. Потому что по ряду исследований даже при проведении повторной трансфер-утральной резиденции примерно в 50% случаев, мы ошибемся с этим выводом. Для того, чтобы лучше отобрать этих пациентов, было проведено исследование RETAIN. Это так называемая риск-адаптированная терапия. То есть брали пациентов, у них сразу проводилось молекулярно-генетическое исследование с помощью платформы CARIS и определяли 4 мутации – ATM, RB1, FUNC и RCC2. Все эти мутации связаны с намного более высоким вероятностью ответа, в том числе полного подморфологического ответа на цисплотин, содержащую химиотерапию. После чего им проводили 3 цикла ускоренного МВАКа, повторяли резекцию, и дальнейшие действия строились в зависимости от того, что получили и были ли выявлены мутации на старте. В ситуации, если не было никаких признаков сохраняющейся опухоли, и выявлялась хотя бы одна из этих мутаций, пациентам предлагали активное наблюдение. Кто-то из них отказывался, кто-то шел сразу на операцию, но кто-то оставался в этом протоколе. Оказалось, что вне зависимости от того, пациент согласился на активное наблюдение или пошел на операцию, выживаемость двухлетняя была одинаковая на уровне 85%. При этом выживаемость без отдаленных метастазов также не отличалась. Возникает вопрос, а можем ли мы все-таки наблюдать отобранных пациентов? Формально исследование это, несмотря на впечатляющие результаты, оказалось негативным, потому что планировалось, что нижняя граница выживаемости без отдаленных метастазов должна была быть выше 64%. В этом исследовании она составила 63%. Но, тем не менее, в этом негативном исследовании у 46% пациентов получилось сохранить мочевой пузырь и не прибегнуть к цистоктомии, они живут без рецидива. При этом, что интересно, что из тех 10 пациентов, у которых в группе активного наблюдения возникли отдаленные метастазы, у 8 из этих 10 пациентов сначала был локальный рецидив. При этом результаты в целом этого исследования крайне схожи с другими исследованиями, которые исследовали тактику активного наблюдения, что, в общем-то, негативный момент, потому что пробуем рискодаптированную терапию, она оказалась, в общем-то, не такой уж и рискодаптированной. Конечно, нельзя не сказать про исследование Checkmate 274, это, наверное, самое громкое исследование в плане иммунотерапии. Да, это обновленные результаты, мы уже до этого знали, что, скорее всего, это сработает, но, тем не менее, апдейт очень-очень интересный. В это исследование включались пациенты, которым и проводилась, могла проводиться химиотерапия, могла не проводиться. В зависимости от этого отличалась патоморфологическая стадия, которая должна была быть необходима для того, чтобы можно было пациенту назначить иммунотерапию. В случае, если неодивант был, то это могли быть YP, T2, T4A. Если не было, то PT3, PT4A. И в течение 16 недель после операции пациент назначался Neolumab, в общем-то, в стандартных дозовых режимах. На апдейте были просто потрясающие результаты, о которых уже сказали. Бендианы без прогрессивной выживаемости у PDL1 позитивных пациентов 53 месяца. Она отличается в разы по сравнению с теми пациентами, которые иммунотерапию не получили. Что грустно, что выигрыш был в основном у тех пациентов, у которых был именно рак мочевого пузыря. То есть пациента с уротолиальными опухолями верхних мочевых путей, судя по всему, пользы от этого никакой не выносили. Результаты по токсичности также были обновлены, но тут мы, как и обычно, не ожидали никаких необычных отсроченных осложнений. И, в общем-то, их и не было. Надо сказать, что в проекте клинических рекомендаций, про который уже несколько раз вспоминали, опция назначения дивантотерапии Neolumab есть. Там немного со стадиями не стыкуются с исследованием, но, в принципе, показания примерно соответствуют тому, как это исследование было и проведено. Если говорить про метастический рак мочевого пузыря, то тут тоже иммунотерапия забирает все больше и больше позиций. Исследования Javelin Bladder 100, я думаю, все мы знаем. Neolumab в поддержке показал уже увеличение общей выживаемости, но продолжает отслеживать все более и более отдаленные результаты. И вот NASCA, GU, опять-таки, посмотрели с большим периодом наблюдения, каким эффектом приводит поддержка Neolumab. Выигрыш по общей выживаемости подтвердился, но и тут дополнительно сделали под анализ, влияло ли назначение цисплотина или карбоплотина на успешность терапии Neolumab. Нет, не влияло. И после гемцитабин цисплотин, и после гемцитабин карбоплотин можно было назначать Neolumab, и так и так это приводило к увеличению общей выживаемости. На этом же конгрессе были представлены данные реальной практики, анализ базы данных Patriot 2, 160 пациентов, пролеченных в США. И что оказалось? Что в целом около 60% пациентов первой линии получаются сплотин. На PDL тестируют столько половины пациентов. Ну, в общем-то, возможно, потому что в любом случае Neolumab может быть назначен. И что интересно, что 13% пациентов на этой схеме смогли достигнуть полного ответа, и еще 65% частичного регресса. Это, конечно, феноменальные результаты, о которых раньше можно было только мечтать. Еще одно очень важное исследование, про которое вспоминали, это Invigor-130. Было два дополнительных анализа с большим периодом наблюдения. В одном из них сравнивало собственная терапия гемцитабин с платиной против той же схемы с отезолизумабом. К сожалению, оно оказалось отрицательным. Что в группе цисплотина, что в группе карбоплотина. Да, у тех пациентов, у которых была высокая экспрессия PD-L1 на уровне IC2-3+, как будто бы был больше, но все еще не достигал статистической значимости, поэтому триплет мы все еще такой использовать не можем, ну и уже и не будем. Однако, что интереснее, это тот поданализ, который сравнивал отезолизумаб против гемцитабина с платиной. Да, формально и этот анализ изначально отрицательный, то есть в общей группе преимуществ нет, хотя общая выживаемость примерно одинаковая. С учетом намного более, конечно, хорошей переносимости препарата отезолизумаб, это тоже данные интересные. Но в группе пациентов, которые не подходили на терапию цисплотином и у тех, у которых при этом была высокая экспрессия PD-L1, наблюдался значимый выигрыш по общей выживаемости при назначении отезолизумаб. Поэтому это как раз та ситуация, когда анализ на PD-L1 действительно нужен и может помочь назначить пациенту и менее токсичную, и намного более эффективную схему. Опять-таки, что происходит при этом в реальной практике? Был интересный анализ, опять-таки, базы данных NCDB за 2014-2018 год, который сравнивал результаты тех пациентов, которые проходили химиотерапию, иммунотерапию и комбинированную терапию. Интересно, что в эти годы где-то уже назначалась комбинированная терапия. Что оказалось? Что назначение иммунотерапии по сравнению с химиотерапией не приводит к увеличению общей выживаемости, а вот терапия комбинированная, да, приводит. При этом единственным преддиктором назначения комбинированной терапии было лечение в академическом центре. Ну, вероятно, потому что был доступ к клиническим исследованиям. И последнее, про что хочется сказать, это то, что, конечно, в нашу практику приходят не только иммунопрепараты, но и конъюгаты различные. Хотелось бы сказать, как обновились результаты исследований Трофи-У-01, которые исследуют препарат Троделви с ацетузумаб гавитокан. Название, конечно, становится только сложнее год от года. Это конъюгат, который несет СН-38, активную форму ринотекана, на антитроп-2 антителе. Что интересно, что там очень такой хитрый момент их соединения, который позволяет иринотекану выделяться за пределами опухолевой клетки и оказывать так называемый эффект свидетеля. То есть даже если в клетке опухолевой нету этого рецептора, из-за того, что рядом лежащие клетки есть, и она этот иринотекан, по сути, вываливает рядом с собой, они тоже погибают. Раньше уже были у нас результаты Кагорты-1, которые лечили пациентов после того, как они спрогрессировали на препаратах платины и иммунотерапии. Эти результаты обновились, они оказались примерно схожими, то есть в третьей линии лечения, по сути, в медиана общей выживаемости с этим препаратом была 11 месяцев. Это, конечно, очень много для этой группы пациентов. При этом до года дожило почти половина пациентов. Но в этом году были представлены результаты уже второй Кагорты, которая исследовала назначение этого препарата у пациентов, которые ранее получали только иммунотерапию и были непригодны к терапии платины. Результаты оказались схожи. В среднем каждый третий пациент ответил на лечение. Медиана общей выживаемости составила более года, 13,5 месяцев. Это, опять-таки, очень впечатляюще для этой группы пациентов. Какие выводы хотелось бы подвести? Иммунотерапия, конечно, показывает абсолютно впечатляющие результаты в лечении рака мочевого пузыря. И, по сути, становится эффективна на абсолютно каждом этапе лечения этих пациентов. Адевантная терапия неволумабом, я думаю, что этот вопрос закрыт, он будет все больше и больше назначаться с учетом настолько феноменальной разницы в подгруппе ПДЛ-1 позитивных пациентов, это просто невозможно игнорировать. Поддерживающая терапия неволумабом эффективна, ее эффект подтвержден, и вне зависимости от того, что было назначено в первой линии карбоплотин или цисплотин, назначать ее смысл есть. Для тех пациентов, которые на цисплотин не подходят, анализ на ПДЛ-экспрессию помогает подобрать более правильное решение и назначить отезолюмазумаб в том случае, если экспрессия это высокая, несмотря на то, что исследование формально отрицательное. Ну и актуальный вопрос, как все-таки выстроить последовательность терапии, на каком этапе можно возвращаться к иммунотерапии, если она назначалась раньше, как в это все встроить новые конъюгаты, и можно ли их использовать в комбинации. На все, спасибо за внимание. Продолжение следует...